Мы разве знакомы? Кто вы? Они меня унижают? В Корее так нельзя. Корейским умом это непонятно. Всем привет! Меня зовут Ареша, я кореянка, учу русский уже как 5 лет в Корее. Сегодня я расскажу вам, почему корейцы думают, что русские грубые. Почему русские показались мне грубыми? Я уже сняла такой видео чуть раньше, и это вторая часть. Сегодня мне хотелось бы рассказать вам об обращениях в русском языке. У вас в русском языке есть интересные обращения, как ты и вы. В Корее тоже есть похожие вещи, но они отличаются друг от друга. И корейцам очень сложно понять, что такое ты и вы. Из-за этого я очень часто думала, что русские меня игнорируют, и я очень часто обиделась. Но оказалось, нет, это просто ваша культура. Ну, такая культура. Тогда давайте начнем. Почему корейцы думают, что русские грубые? Погнали! Во-первых, русские блогеры... Во-первых, русские подписчики обращаются к блогерам на ты, такой, который нет в Корее. Сначала я хочу объяснить вам, что у нас в Корее есть два вещи, похожие на ты и вы, но они разные. Мы говорим на банмаль с теми, кто младше или ниже нас, и кто нам очень близок. А на джон-дэммаль мы говорим с теми, кто старше нас и незнакомый. Я думала, что русские обращения тоже работают таким образом. Но оказывается, нет. Нет. У вас есть свои правила. Если честно, я пока не понимала, как работают ты и вы в русском языке. Русские могут обращаться к блогерам на ты. Обычно русское слово ты переводится на корейский до. Многие так переводят. Но корейцы его не используют, когда называют блогеров. Потому что это очень грубое действие. Сарыш, ты очень красивая, я хочу с тобой познакомиться. Сначала спасибо за комплимент. Я тоже хочу с вами познакомиться. Но почему вы говорите ты? Мы разве знакомы? Кто вы? Когда я только что начала вести канал, я всегда была удивилась. Почему они обращаются ко мне на ты? Мы ведь незнакомы, я его не видела. Кто вы? Почему вы говорите мне на ты? Это грубо. Вы меня игнорируете? Они меня унижают? Я так думала. Но в России просто так принято. Ну, вы можете говорить и на ты, и на вы блогерам. Ну, просто корейцам это вообще непонятно. Потому что, когда вы говорите, ты красивая, ты красивый блогерам. Это переводится на «но епо», «но 잘 сенгетсо». И если вы так пишете корейским блогерам, они будут обидеться. Потому что, хотя это комплимент, звучит очень грубо. Когда вы незнакомы. Корея принято с незнакомыми говорить только на «вы». Например, мы добавляем слово «ним» или «си», когда обращаемся к ним. Например, Но в России, даже если вы незнакомы, но вы чувствуете, как будто вы очень знакомы, смотря чьё-то видео, Вы можете обратиться на «ты». Ты красивый, ты интересный человек, что ты делаешь, чем занимаешься. И этот факт пугал меня. Но теперь я всё понимаю, и вы можете мне на «ты» говорить. Я ваш «ты». Во-вторых, люди, которые младше нас, могут сначала перейти на «ты». Этот факт очень пугал меня. Это просто невероятная вещь в Корее. Потому что в Корее так нельзя. Я очень удивилась, потому что в России, Младшие люди могут сначала перейти на «ты». В Корее, если вы переходите на «банмаль», Это действие называется «барыл дотта». Когда мы переходим на «банмаль», то есть на «ты», Обычно старшие люди сначала предлагают так делать. Царин-си, ури дай-цай-то 별로 анна는데, бальда-ё. Царыш, у нас небольшая разница в возрасте. Давайте на «ты». И тогда мы можем обращаться друг к другу на «ты». Наконец-то. Но в России молодые могут предлагать так делать, И они даже без разрешения старших Сначала переходят на «ты». Например, я три месяца назад познакомилась с русской девушкой. Она младше меня на три года. Так, сначала мы разговаривали на «вы», Потому что мы не знакомы. Но однажды она начала обращаться ко мне на «ты». На «ты». Чем занимаешься? Ты покужила? Если честно, мне тогда было непонятно. И очень неловко было, Потому что я даже не разрешила ей сделать так, Но она начала говорить на «ты». Как это возможно? Корейским умом это непонятно. Я же старше ее на три года, И я не разрешила это делать. Но она без разрешения, Просто без слов, Начала ко мне обращаться на «ты». Как младшие могут обращаться к старшим Без разрешения на «ты»? На «банмаль». Это просто шок. Я думала, что это русская культура? Это она грубая или я глупая? Так что я хочу сказать вам, Что если вы сделаете так, Если вы переходите на «банмаль» С «тюнтэмаль» так быстрее, Корейцы подумают, Что вы невежливые, И вас воспитали плохо. Это потому, что у нас культура разная. Я не говорю, что русская культура Плохая и странная. Просто корейцам это чуть-чуть сложно понимать, Потому что у нас культура разная, И корейцам возраст так важен. В Корее обычно мы ждем того, Когда старущие сначала предложат перейти на «ты». Так что у меня есть очень много знакомых, С которыми я общаюсь больше 3-4 года, Но пока с ними разговариваю на «вы», Потому что они пока не разрешили мне говорить на «ты». В Корее так, так сложная культура у нас. Тогда корейцы злые. Ну, не могу сказать так, Потому что у нас просто важен возраст. И возраст имеет большое значение в нашем обществе. И у нас этот протест происходит медленнее, чем в России. Русские очень быстро переходят на «ты». И я всегда думала, что русские такие открытые. Они так сразу переходят на «ты». Это очень интересно. Ваша культура так интересная. Вот история. Как я часто не понимала, Почему русские так ведут себя. Вот сегодня я рассказывала вам, Почему корейцы думают, что русские грубые. Мы относимся к возрасту очень по-разному. Мне очень интересно, Как «ты» и «вы» работают в русском языке. Это очень интересно. Кто может объяснить об этом? Напишите в комментариях, пожалуйста. И вы можете обращаться ко мне на «ты». «Ты». Смотришь, что ты делаешь? Я сейчас снимаю видео. Вы знаете хоть одно обращение на корейском языке? Что вы думаете о русских обращениях «ты» и «вы»? Напишите в комментариях. Если вам было интересно, Подписывайтесь, пожалуйста, И поставите лайк. Встретимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока-пока. Пока.